Как говорится, каждому свое. Кому-то из детей и подростков по душе отдых в оздоровительных загородных лагерях со своим набором эмоций и впечатлений. Но есть и такие, чья душа и все мысли в военном искусстве и патриотизме. Очередная смена православного военно-патриотического лагеря «Пересвет» приняла новобранцев. Открытие состоялось по традиции на территории сборного пункта Свердловской области. Перед торжественным открытием у ребят была возможность побывать в храме, построенном на территории сборного пункта, где их с большой радостью поприветствовал протеерей Николай Трушников, настоятель храма во имя святого пророка Божия Ильи. Многих из нас с вами уже связывает многолетняя дружба, с многими уже нынче, наверное, последний раз мы встречаемся на сборах, но вот там стоит маленькая череда, которая еще ближе и ближе будет перемещаться сюда, в алтарю, все ближе и ближе в первые ряды и потом также уходит, и за ними опять новая череда, новое поколение идет. Так сменяется поколение за поколением, но всегда жива Церковь Святая, жива Святая Русь. И вот мы начинаем опять наше благое, доброе дело с обращением к Господу, призываем помощь Его. В своей беседе с юношами и мальчиками отец Николай отметил, что их ждет необычная и уникальная смена, ведь открытие лагеря совпало с отмечаемыми в России царскими днями. Сегодняшняя ночь была последняя ночь в семье последнего русского императора и его семьи. В ночь с 16 на 17 их расстреляли в Юпатевском доме. Тела вывезли по старой Коптековской дороге на урочище Ганина Яма, и там их сожгли, забросали гранатами и уничтожили полностью. И вот в памяти этого события каждый год совершается всероссийский, даже не всероссийский, приезжает из зарубежья, вселенский крестный ход покаянный, по тому маршруту, по которому везли останки последнего императора Николая II и его семьи. Открытие лагеря «Пересвет» началось именно с крестного хода, посвященного памяти святых царственных страстотерпцев. Далее будущих защитников Отечества, сегодняшних мальчишек, новобранцев православного военно-патриотического лагеря «Пересвет» ждали слова поздравления и напутствий от гостей мероприятия и организаторов. Я от всей души приветствую вас в Центре патриотического воспитания допризывной молодежи имени Николая Ивановича Кузнецова и поздравляю с открытием летней смены военно-патриотического объединения «Пересвет». Ребята, многие из вас здесь уже не первый раз и не понаслышке знают, что как трудно готовиться к военной службе. Ребята, вас здесь научат быть сильными, смелыми, выносливыми. Вы овладеете опытом спортивных состязаний, ознакомитесь с православными традициями. Ребята, вас впереди ждет интереснейшая обширная программа. Ребята, я вам желаю здоровья, успехов, ярких впечатлений, хорошей подготовки к военной службе. Я сегодня приветствую вас от имени районного совета ветеранов. Вы знаете, вот сегодня вы пошли в лагерь, очередная смена. Ваши родители, ваши родные и близкие надеются, что вы будете сильными, здоровыми. Вы будете смена нашей молодежи. Я сегодня желаю вам здоровья, успехов. Организаторы православного военно-патриотического лагеря «Пересвет» с радостью отмечают, что количество ребят, желающих поучаствовать в этих сборах, с каждым годом увеличивается. Число увеличивается, особенно в этом году. Я думаю, тоже это не случайность. Это связано с общей ситуацией, которая в стране и в мире. То есть обычно у нас набор шел до самого последнего дня. Ребята потихоньку подтягивались. А нынче уже на первое число набор был, по сути, прекращен, на 1 июля. То есть много стоят в очереди. Мы будем стоять с документами у ворот. Если кто-то сбежит, мы готовы, так сказать, занять их место. Поэтому ребят ничего больше. Большие, конечно, обычно мы укладывали где-то в 40 человек. Нынче 48 набрали, так сказать. Ну, можно было бы больше набрать, но не позволяет бюджет. Стоит отметить, данная смена лагеря «Пересвет» подготовила для ребят насыщенную программу. Кроме традиционных строевой и боевой подготовки, мальчишкам предстоит пройти через множество других испытаний. Это прыжки с парашютом, это ознакомление с боевой техникой, поездка на полигон группы «Альфа». То есть там стрельба и знакомство с видами вооружения, которые стоят на вооружении спецподразделения этого. Программа в этом году очень обширная. Как и занятия по строевой подготовке, физподготовке, по рукопашному бою, боевой подготовке, тактической подготовке, так и прыжки с парашютной вышки, погружение с аквалангом, стрельба из оружия боевого, пневматического оружия, стрельба. Это занятия по пожарно-прикладному спорту. Очень разнообразная программа. Попытались организаторы уместить в очень небольшие временные рамки. Рамки смены лагеря не такие уж и большие. Ребятам придется поучаствовать во всех мероприятиях за 11 дней. Именно в этот отрезок времени каждому предстоит побороть свои страхи и преодолеть самого себя. Преодоление самого себя. Прежде всего, это ярко проявляется на прыжках с парашютом, с вышки парашютной. Вот именно преодолеть. Там, по сути-то, прыжки с парашютной вышки, они не предоставляют никакой опасности. Но вот сам страх прыгнуть вниз с такой высоты, вот это вот очень, так сказать, дорогого стоит тренировки, чтобы преодолел ребенок себя. Цель и задача лагеря «Пересвет» – это не просто занять подростков, особенно мальчишек, интересными видами спорта, военного искусства, а также патриотического воспитания. Одним из важных моментов здесь является то, что ребята, проходя через все испытания, понимают, что значит быть настоящим мужчиной, защитником своего отечества. Навыки, приобретенные здесь, как физические, так и моральные, во многом помогают мальчишкам и юношам выбрать свой дальнейший жизненный путь.